Динамо 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 Марок Лангхаммер поменял Евгения Олегина после третьей шайбы, после шайбы Максима Афиногенова, но и в ворота Лангхаммера Данил Тарасов забрасывает две шайбы. Данил Тарасов оформляет покер, свой первый покер в континентальной хоккейной лиге и первый покер московского Динамо начиная с 1984 года. Ну а соответственно его партнеры по тройке нападения Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев записали на свой счет ассистентские покеры. Такой момент был еще от кого естественно понятно сразу Андрей Миронов очень красиво поймал Витасика. Да, отправил в полет, но Миронов чуть ли не в каждой игре своей фирменной мельницы исполняет, но в итоге победа Динамо со счетом 5-1 уверенное продолжение победной серии на Дальнем Востоке. Далее мы отправляемся в Санкт-Петербург, где в гости к СКА приехал Нижнекамский нефтехимик. Это была вторая игра команд за достаточно короткий промежуток времени и в начале первого периода вы посмотрите какая атака получается у Нижнекамской команды. Захмичил свою пятую шайбу в этом сезоне, забрасывает в ворота Александра Самонова, который дебютировал за СКА в этой игре после своего обмена из Витязя. Мне тут впечатлило на какой скорости побежали вперед нижнекамцы, как все быстро четко сделали. Дальше большинство СКА и бросок Максима Карпова, это вообще уже середина встречи, ну и соответственно середина второго периода. Владимир Скачев и Василий Токранов у него в ассистентах, в касании. Ну где-то может быть и повезло, да, что шайба так катилась низом, но все-таки попала в ворота, хотя летела по центру. Драка в начале третьего периода, Сергей Плотников против Александра Брынцева. Собственно говоря, после этой встречи Плотников получил одноматчевую дисквалификацию за повторную драку в сезоне. Ну а здесь Плотников быстро натянул майку Александру Брынцеву, несколько потолкались, Брынцев даже пару ударов пропустил по затылку. Но впоследствии вот мы видим, Брынцев впечатывает Плотникова в борт и игроки заваливаются на лед. Вот такая драка в какой-то степени позволила армейцам захватить инициативу, и результатом этого стала заброшенная шайба на 44-й минуте на Илья Кубов. Вот казалось бы, бросает из не самой выгодной позиции, с неудобной руки, но Александр Ширыченко вместе с шайбой закатывается в ворота. И после достаточно продолжительного видеопросмотра с судьями было зафиксировано, что шайба пересекла линию ворот. Вот и на этом повторе, и на камере сверху мы видим, что шайба все-таки побывала за линией, и поэтому главные судьи этот гол засчитали. На Илья Кубов отличился в четвертый раз в этом сезоне. А почему же тогда просмотр был продолжительным? Небольшой вопрос. Если, ну, может быть, видео было позднее доставлено на судейский столик. Нефтехимик сравнивает в большинстве через три минуты после гола Якупова. Зияд Пайгин отличается после передачи Мэтта Уайта. На самом деле нефтехимик не сломался после вот такой курьезной шайбы, а наоборот смог прибавить, да, было заработано удаление. В итоге 2-2 закончилось у нас основное время и овертайма, и все решалось в серии после матчевых бросков. Все пять попыток отразил Александр Ширыченков, ну, а в свою очередь единственную шайбу в этой серии забросил Зак Митчелл. Нефтехимик во второй раз в этом сезоне обыгрывает СКА. И сам. Дальше Дальний Восток, думаю, все по всему за московским Динамо путешествуем. Как раз после Хабаровска, Владивосток и еще одна встреча там. Максим Афиногенов во втором матче подряд забрасывает. Начало встречи, ну, относительно начало. Вот еще вот так резко бросил отбор, то это, конечно, мастерство. Быстро сориентироваться, увидеть, что ворота пустые, ну, и главное, конечно, попасть еще. Алкинор не успел переместиться в дальние штанги, да. Во втором периоде на 33-й минуте свою первую шайбу в континентальной хоккейной лиге забрасывает Сергей Байков. Кистевой бросок от синей линии и Степан Островский, я так понимаю, когда опустился на щитки, чтобы заблокировать бросок Сергея Байкова, тем самым закрыл обзор Юхи Алкинори и не смог воротарь Адмирала среагировать на этот выстрел. Затем свою первую шайбу в этом матче забрасывает Дмитрий Яшкин. Это произошло за менее чем две минуты до конца второго периода. Здесь здорово Яшкин, конечно, разобрался, ушел от Кирилла Дьякова и в ближний верхний угол отправил шайбу 3-0 после 40 минут игры. Ну, а на 41-й снова Яшкин убегает и оформляет дубль, седьмая шайба. Для него, если вот тогда было 3-0 перед началом третьего периода и, в принципе, ну, теоретически еще возможно, то вот пропустить четвертую, конечно, ну, наверное, уже Адмиралу было отыграться просто невозможно. На одну шайбу хватило хозяев Александр Конов. Красивая комбинация. Лалонд передачу последнюю исполнил, Конов забил, ну, а Малечкин Динамы, естественно, радуются очередной победе. Шесть из шести возможных очков динамовцы забирают на Дальнем Востоке. Далее мы отправляемся в Москву на ЦСКА-арену, где в гости к московским армейцам приехал хельсинский Йокерет. Фаворит в этой игре был понятен изначально, однако Йокерет уперся и Йокерет в середине второго периода счет в матче открывает. Сакумяй на Лайнин свою первую шайбу в этом сезоне забрасывает. По ходу сезона он присоединился к Йокерету из системы Каролины Харикинс. Ну и забрасывает он после передач Марко Ангела и Мико Лехтанина. У нас уже фрагменты периода под номером три. Вот так немного команды забивали. И в итоге только сейчас вторая шайба ворот побывала. И вновь в воротах московского ЦСКА. Есть и Йоинсу. Эта шайба в большинстве. Но тут так на самом деле на пятак набросили. Она прыгала, скакала и так далее. Йоинсу ее в первом нашел. Ну и в пустые ворота победную. Последнюю шайбу в этой встрече забрасывает Джон Норман. Первое сухое поражение ЦСКА в этом сезоне. Ну и первая сухая победа для Йокерета. Янис Кальниш одержал свою 50-ю победу в континентальной хоккейной лиге. И какую отыграл на ноль и отразил 29 бросков от московского ЦСКА. Ветеринбурге автомобилист. Ну не то, чтобы продолжать терпеть бедствие, но у команды все совсем нехорошо. Тут приехала магнитка, которая уже смотрится постабильнее. И, собственно, давайте смотреть, что было. Концов первого Алексей Береглазов большинство реализует вот таким броском. Людмилов Паршин у него в ассистент. Прицелился Береглазов, бросил, попал. Стоит отметить, что Металлург до этой встречи два матча подряд отыграл на ноль. На ноль удалось выиграть в Казани. И на ноль удалось отыграть против омского авангарда. Ну и во втором периоде удается укрепить свое преимущество. Магнитогорцем Брэндон Козун бросает в противоход Якубу Коваржу после передачи Дениса Расмусона. И делает счет 2-0. Ну и за менее чем 5 минут до конца третьего периода победную точку в этом матче ставит Максим Матушкин. Несколько курьезная шайба Расмусон вывел на бросок Матушкина. Ну Расмусон и Козун. Матушкин бросил Коваржу на бросок Матушкина среагировал. Но затем шайба попадает в Михаила Мамкина, который боролся на пятаке с Егором Коробкиным. И, собственно говоря, после рекорда от Мамкина шайба залетает в сетку. 3-0. Третий матч подряд на ноль от Василия Кошечкина. Казань. Соответственно, играет Акбарс. Ну а кто еще, если мы говорим о континентальной хоккейной лиге? Конечно, в соперниках Борис. И надо отметить обязательно Камилю Козелзянову. Потому что вот такие шайбы надо не то, чтобы даже уметь забрасывать. Это должно быть огромное везение и удача. Мне кажется, что вообще просто так набрасывал в чужую зону. А она раз и попади в ворота. Ну вот и в Пасквале. Побывал в шкуре Хенрика Карлсона, да? Который в прошлом сезоне пускал от Максима Чудинова. Но вот так вот Борис счет в матче сравнивает. Алихан Асетов четвертую шайбу в этом сезоне забрасывает в конце первого периода. Леонид Метальников и Никита Михалец. В авторах результативных передач. Но уже в конце второго передач. Борис вновь выходит вперед. Реализовано большинством. И Кифритин в касание наносит этот бросок. Патрис Кормье хороший трафик перед воротами создал. И в итоге Пасквале просто не успел переместиться под бросок Фреттина. В принципе все было ничего для Бориса. Были у них и незасчитанные шайбы точнее. Но так или иначе, да, разница в одну шайбу все возможно. Особенно при таких исполнителях, да. Вот, например, тут, да, Рандиста неплохо бросил. Помеха в вратаря. Гала нет. Но была помеха в вратаря, поэтому шайбу, естественно, не засчитали. Отсюда видно. Намного лучше. Что действительно Рейды Борна задели. Ну а затем Акбарс получает большинство. И уже третью шайбу в ворота Пасквале забрасывает Артем Галимов. Станислав Галиев и Альберт Ярулин стали авторами результативных передач. С пятака Галимов переправил шайбу в сетку ворот. Борис создал интригу. Борис смог отыграть одну шайбу на 55-й минуте. Никита Михайлов свое второе очко в этом матче набирает. После передачи Дарн-Эдицы и Романа Старченко забрасывает шайбу в ворота Рейды Борна. Десятый номер Бориса. Но на этом голевые свершения в этой встрече закончились. 3-2 победа Акбарса. Лидер Востока укрепляет свое турнирное положение. Ну и теперь отправляемся в Подольск, где Витязь принимал Кунь-Лунь Ред Стар. Весьма любопытно у нас развивались события в этой встрече. Уже в самом дебюте Эндрю Миллер счет матча открывает. Произошло это на второй минуте. Четвертый гол этот американский нападающий запрасывает в этом сезоне. Жильбер Брюле и Брэндон Ипп, авторы результативных передач. Паузу классную, конечно, Миллер выдержал. Не смог переиграть Ежова. Дальше игра в очень интересном формате. 4 на 3. И, чтобы вы думали, Миллер и так умеет забивать. Только тут он уже сыграл на добивании. И бросил Миллер пошел на добивание. И, собственно, первым на шайбе оказался. Пека Йормакан на одну шайбу отыгрывает. В середине второго периода. Вот такой бросок с обхода в зону. Джереми Смит на него среагировать не смог. И Витязь смог вернуться в игру. Павел Чернов и Александр Евсеенков стали авторами результативных передач в шайбе Пекки Йормаки. Ну, а дальше Александр Семин вместе с Макеевым побежали к чужим воротам. Макеев такую паузу выдержал. Семин открылся на дальний и замкнул. Для Алексея Макеева эта передача стала восьмой в этом сезоне. И Алексей Макеев стал лучшим бомбардиром Витязя в истории континентальной хоккейной лиги. Но Александр Семин, конечно, был очень заряжен на этот матч. После удаления он рвал и металл. И в итоге забросил свой восьмой гол. А вот так вот Эндрю Миллер оформляет свой первый хит-трик. В континентальной хоккейной лиге пять бросков он нанес. Три набранных отчика и три шайбы. Еще один гол мы увидели. Ну, кстати говоря, тоже красивый. Итан Уэрек уже в падении сумел поднять шайбу под перекладину. Вот таким получился обзор матчей, прошедшей игровой недели. Этот обзор, как обычно, для вас, Кирилл Корнёвов и Артем Батрак. Назвучу. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин